Доброго вечера, мы из Украины. Всем привет, вы на канале Сергей Гончаренко. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот экстремальный защищенный смартфон с феноменальной автономностью. Это Sigma Extreme PQ38. Да-да, я знаю сейчас такого плана смартфоны достаточно-таки актуальны. Многим нужна и защита, и очень хорошая автономность, что есть в этом смартфоне. А вот настолько он хорош по другим параметрам и по своим основным, давайте сейчас попробуем разобраться. Смартфон поставляется вот в такой вот упаковке. Это большая, но тонкая коробка. Внутри вы найдете дополнительно поролоновую вкладку, инструкции и гарантийные талоны, OTG-адаптер. Ну, во-первых, с помощью этого адаптера вы можете заряжать другие смартфоны, а во-вторых, можете подключать разную периферию и USB-накопители. Также есть Type-C кабель и зарядные устройства с параметрами 5 Вольт, 2 Ампер, 10 Ватт. Ну и, конечно же, сам смартфон, к которому мы вернемся немножко позже. Корпус и материалы. И так как это защищенный смартфон, то этому параметру стоит уделить немножко больше времени. Смартфон выполнен из пластика и металла, а производитель заявляет, что он выполнен из двойного литого пластика, резины и металла. Вполне возможно, что так и есть, но по ощущениям вот этот вот пластик хороший, монолитный, очень качественный пластик по ощущениям и центральная рамка металл. Плюс ко всему здесь видны винты для скручивания, сборки или разборки этого смартфона. Если говорить по поводу защиты, производителям здесь заявлен стандарт пыли-влагозащиты IP68, что подразумевает защиту от пыли, влаги и воды. При погружении смартфона в воду на глубину 1-1,5 метра на время до 30 минут. И здесь каждый по-разному может трактовать вот эти вот значения, но имейте в виду, что если вы его упустили в воду и быстро достались, с ним ничего не будет. Дополнительно по защите могу сказать, что на портах есть заглушки, на Type-C порту есть дополнительная заглушка, которую всегда нужно закрывать. И там, где располагается лоток под сим-карты, есть также заглушка. Также здесь анонсировано, что смартфон, и производитель указывает, что смартфон защищен от ударов, падений, грязи. Да, возможно так и есть, но официального подтверждения по стандартам типа Mille STD я не нашел. Ну а по корпусу можно сказать, что он продуман. Здесь, смотрите, на углах есть вот такие вот усиления, то есть если смартфон будет падать так, будет падать так, или чаще всего он на угол падает, то с ним ничего не будет. Это довольно-таки жесткий пластик, который вполне возможно вот как раз комбинирован и с жесткой резиной. Если говорить по особенностям корпуса, то модуль камер здесь практически не выступает, что хорошо, вполне вероятно, что камеры не будут царапаться. Далее, сканер отпечатка пальцев находится на задней поверхности. Для среднестатистической руки расположение довольно-таки удобное. Ну и если посмотреть на дисплей, то здесь есть вокруг дисплея дополнительный ободок. И вот как раз этот дополнительный ободок даст дополнительную защиту. Поэтому, если вы не будете устанавливать сюда никакое защитное стекло, можно не бояться класть смартфон, во-первых, экраном вниз, ну а во-вторых, если вот так вот он будет падать, то дисплею, собственно, также ничего не будет, потому что рамка здесь дополнительно присутствует. Ну и по габаритам стоит понимать, что это защищенный смартфон, защищенные смартфоны никогда не были компактными. Этот смартфон, но отчасти по некоторым параметрам можно назвать компактным. Ну, давайте я сначала покажу вам его размеры. Высота смартфона составляет 155,9 мм, 156 мм. Ширина 74,9 мм, ну можно сказать 75 мм. И, внимание, толщина 20 мм, то бишь 2 см. Это самое чувствительное место по габаритам. Очень сильно ощущается в руках, когда берешь этот смартфон. Ну и давайте сравним габариты с среднестатистическим смартфоном, например, с Realme GT Neo 2. Видим, что по высоте Sigma намного меньше, и видим, что по ширине он также намного меньше. Ну вот толщина, это практически три таких смартфона, причем в чехле. Вот толщина больше всего ощущается. Хотя, благодаря тому, что это не широкий смартфон, в руке он лежит еще довольно-таки неплохо. Это не лопата, это не широкий смартфон, но достаточно-таки толстый. И вес смартфона составляет 324 грамма, при том, что Realme GT Neo 2 с чехлом, который по габаритнее, побольше, по шире, повыше, вес составляет смартфона 240 грамм. Порты и разъемы. На нижней грани расположен Type-C порт, он расположен под заглушкой, утоплен немного в корпус, но любой Type-C кабель, которые у меня были, подходили и подключались вполне нормально и адекватно. Немного далее расположен микрофон, и на правой грани, если посмотреть, есть кнопка питания, немножко выше качелька регулировки громкости, кнопки немного люфтят, но это также металлические кнопки. На верхней грани ничего нет, это чистая пустая грань. На левой грани расположен сим-лоток, также он расположен под заглушкой, его достать не так просто, и это комбинированный сим-лоток, в который можно установить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти microSD. И немного ниже расположена дополнительная программируемая кнопка, она рифленая, с красным ободком, очень хорошо ощущается, приятная на ощупь, можно запрограммировать на фонарик, на камеру или на любое другое приложение. Я запрограммировал на фонарик, и вот так вот включается фонарик. Кстати, фонарик здесь довольно-таки неплохой, свет рассеянный, используется порядка пяти светодиодов, четырех или пяти светодиодов внутри. Это не видно, но ощущается очень-очень неплохо. Для ненаправленного луча, для общего освещения довольно-таки неплохо. Но я думаю, вы заметили, что здесь нет 3,5-мм джека. Да, к сожалению, такой вот есть, и вполне возможно, что через Type-C адаптер его можно будет подключить. Но в комплекте его нет. Дисплей. В смартфоне установлен IPS-дисплей с диканалью 5,45 дюймов, с разрешением HD+, и это бюджетный дисплей. Вот если перейти в настройки дисплея, мы увидим, что сейчас установлена максимальная яркость. Вот так вот это 50% яркости и минимальная яркость. Чисто по опыту использования хочу сказать, что в помещении этой яркости достаточно, а вот на ярком солнце испытываешь некоторые трудности с просмотром и чтением информации. Адаптивная яркость с автоматической регулировкой есть. Она работает вполне адекватно. И к плюсам могу отнести то, что дисплей довольно-таки неплох по углам обзора. При отклонении от прямого угла яркость минимально проседает, и цвета при этом не инвертируются. Это приятно, так как смартфон считается довольно-таки бюджетным. Ну и также из минусов хотелось бы отметить достаточно-таки широкие рамки. Например, боковые рамки здесь не большие, не широкие, а вот верхняя и нижняя очень-очень такие большие. Плюс ко всему стоит учитывать, что это все-таки защищенный смартфон, и поэтому здесь ультратонких рамок однозначно не будет. Ну и может быть кому интересно, индикатора пропущенных уведомлений здесь нет. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор от компании Mediatek. Это Helio A20. Это четырехъядерный, внимание, четырехъядерный процессор, который изготовлен по 12-нанометровому техпроцессору. Ну может быть кому интересно, графический ускоритель здесь PowerVR GE8320. И вариант по памяти. Это 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта постоянной памяти. Если вдруг до сих пор не поняли, то это слабопроизводительный процессор для неспешного выполнения бытовых задач. Ну и также я сделал тест в Antutu 9-й версии. Смартфон набирает 87 тысяч баллов. На сегодня, на 2022 год, это довольно-таки мало. Но повторюсь еще раз, для неспешного выполнения стандартных бытовых задач этого будет достаточно. Выгружаем вот сейчас все приложения из памяти и запускаем самый распространенный. Например, тот же YouTube. Смотрите, запускается, но довольно-таки долго. Но он все-таки запускается. И даже видеоролики в разрешении Full HD 60 кадров в секунду работают нормально. Правда, им нужно будет немного времени, чтобы прогрузилось видео. А потом становится все хорошо. Далее, Google Photo, но это же стандартная галерея. Довольно-таки быстро запустилась. Вот Instagram. Instagram занимает немало времени по запуску. Лента новостей, опять-таки, смотрите, ну не очень плавная. Не всегда успевает подгружаться. Но в итоге неспешно пользоваться можно. И я думаю, все-таки это не самая основная задача. Будет работа с соцсетями в этом смартфоне. Да, вполне вероятно, можно будет пролистать новости какие-нибудь, посмотреть. Посмотреть видеоролики в том же YouTube. Да, вполне возможно. Но это не основная будет задача. Ну и как вы видите, Play Market также работает. Пускай не так быстро, не так гладко и плавно. Но все-таки он работает. Ну и запуск камеры. Камера также запускается еще довольно-таки быстро. Если перейти в первое же приложение, видим, что оно не закрылось. Тут же YouTube. YouTube, галерея, то есть Google Фото работают и Instagram работают. То есть 4 гигабайта неплохо и здесь памяти достаточно. И вот 32 гигабайта постоянной памяти может быть маловато, если вы будете устанавливать множество разных приложений, а также мультимедиа данных, таких как фотографии, музыка и видеоролики. Тогда позаботьтесь о карте памяти. Но не забывайте, что одновременно можно использовать либо две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Ну вот если говорить по поводу игр, да, я пробовал, устанавливал на этот смартфон разные игры. World of Tanks, PUBG Mobile, Subway Surf, Need for Speed No Limits. И да, даже в тех же World of Tanks можно вполне нормально поиграть. Я напомню, что это старый слабопроизводительный смартфон и процессор. Так вот, в танке на низких настройках, не на самых низких, можно поиграть вполне комфортно при 50-60 FPS, что довольно-таки неплохо. В тот же самый Need for Speed No Limits можно поиграть, в тот же самый Subway Surf или Hill Climb Racing. Эти игры работают на этом смартфоне довольно-таки неплохо. Ну и плюс ко всему, более простые 2D-казуалки здесь также будут работать. Программное обеспечение и Android. Смартфон работает на версии Android 10, и это практически чистый Android с минимальными надстройками от самой Sigma и минимальным вкладом по приложению. Если же говорить по поводу работы, ну, относительно неплохо работает. Просто запоминаем, что здесь слабопроизводительное железо, так, в принципе, даже стандартное меню, меню настройки приложений, здесь относительно неплохо работает. Плюс ко всему, смартфон поддерживает беспроводное обновление, обновление по воздуху, но, скажу так, после включения на сегодняшний день смартфон никаких обновлений не получил. Вполне вероятно, что он пришел уже с новыми установленными обновлениями. Ну, и я думаю, все-таки 10-я версия Android, это последняя для этого смартфона. 11-ю уже не получит. Если говорить по поводу звонилки, звонилка здесь используется от Google, а, соответственно, у нас в Украине записи разговоров здесь не будет. Сеть и связь. По связи хочу сказать, что этот смартфон поддерживает как 3G, так и 4G сети, и это хорошо. Wi-Fi здесь также двухдиапазонный, поддержка частоты есть и 2,4, и 5 ГГц также поддерживается. Bluetooth здесь версии 5.0, GPS, GLONASS, BIDU здесь есть и поддерживается. Кстати, местоположение определяется довольно-таки быстро и достаточно точно, с точностью до 1-2 метров. Ну, и интересно было бы, есть ли здесь NFC, и, к сожалению, вот NFC, огромный минус нет. И это в действительности минус, потому что у вас не будет оплаты, бесконтактной оплаты с помощью Google Pay. А так, по связи здесь очень-очень хорошие возможности. 4G, двухстандартный Wi-Fi, неплохой GPS и, к сожалению, минус NFC. А было бы хорошо, если бы он здесь был. Камера. В смартфоне установлено 3 модуля камеры, но по факту работает только одна. Остальные два модуля это датчик глубины и определение лица. Если посмотреть немного ниже модулей камер, мы увидим фонарик. И это довольно-таки неплохой фонарик с рассеянным мягким светом. Вот так вот его можно включить и точно так же можно его выключить. И он очень хорошо подходит для общего освещения, но не для направленного луча. Если же говорить в целом по поводу камеры, понятно, что это не основное достоинство смартфона, но базовые фотографии с помощью этого смартфона делать можно. То есть что-то снять, подснять и, конечно же, вполне возможно. Но каких-то сверхвозможностей ожидать от него однозначно не стоит. Если посмотреть на интерфейс камеры, то он здесь достаточно-таки простой. Есть два режима. Режим картинки, то бишь фотографии и режим видео. По режиму фотографии дополнительно есть возможность включить HDR, обработку, улучшение вашего лица, вспышку и режим авто или же портрет. Да, здесь еще работает и портретный режим. Но если перейти в режим видео, то из дополнительных возможностей только автоматический режим и возможность выбрать частоту кадров и разрешение. Точнее, максимальное здесь разрешение 1920 на 1080, Full HD 30 кадров в секунду. Ну и, естественно, никакой стабилизации здесь нет. Ну, а если говорить по поводу фронтальной камеры, то фронтальная камера здесь 5-мегапиксельная и имеет также базовые возможности по фотографии. Есть возможность включить HDR и портретный режим или автоматический режим. Ну, а по поводу записи видео, на фронталку можно записывать видео Full HD 30 кадров в секунду. Пример записи видео на смартфон Sigma Extreme PQ38. Разрешение Full HD 30 кадров в секунду, стабилизации нет. Разрешение максимальное, частота кадров максимальная. Ну, вы все прекрасно понимаете, что этот смартфон однозначно не камерафон, этот смартфон не фото и не видеозаписи. Звук. В смартфоне установлен один динамик и находится он на нижней части. Левый нижний угол. Расположение не совсем удачное. Почему? Потому что если класть смартфон вот так вот динамиком вниз, то есть спинкой на стол, спинкой на какую-либо другую поверхность, то динамик будет частично перекрываться. Если же это будет мягкая поверхность, то тогда довольно-таки сильно будет перекрываться. Ну, а настолько хорошо и громко звучит. Давайте сейчас я попробую вам продемонстрировать это. При этом включим максимальную громкость и запускаем аудиодорожку. Ну, и микрофон я буду располагать на расстоянии 20 см от смартфона. Настолько это хорошо было слышно на микрофон камеры, но чисто по моим впечатлениям. Во-первых, громкость здесь не высокая. Во-вторых, здесь только высокие частоты. Звук не сильно приятный, но вполне вероятно, что для вызова этого может быть и будет достаточно. А вот чтобы комфортно просматривать какой-нибудь фильм, видеоролик и тем более слушать музыку, конечно же, нет. Ну, и напомню, что здесь нет 3,5-мм джека для подключения наушников. И разве что, как вариант, можно попробовать реализовать это через Type-C адаптер, которого в комплекте, конечно же, нет. Если нужно, придется покупать уже отдельно. Автономность. И это одно из основных достоинств этого смартфона. Батарея здесь установлена емкостью 8000 мАч. Феноменальные, по сути, показатели. И теперь вы прекрасно понимаете, почему этот смартфон получился довольно-таки толстым и достаточно-таки тяжелым. В полной мере протестировать автономность у этого смартфона у меня не получилось, потому что времени у меня было не так много. Но можно сделать некоторые предположения. К примеру, давайте посмотрим на реальную ситуацию и использование. На сейчас остаточный заряд составляет 54%. При этом он был заряжен 19 часов назад. Это практически сутки. Дисплей при этом использовался 7 часов 19 минут. Можно предположить, что он проработает еще примерно так же. Соответственно, еще плюс 20 часов и еще плюс 7 часов работы дисплея. В итоге мы получаем практически два полноценных дня, то бишь двое суток, да, и получаем около 14 часов работы дисплея. Что, собственно, неудивительно и достаточно-таки хороший показатель. Так что в полной мере можно рассчитывать на два полноценных рабочих дня и от 12 до 15 часов работы дисплея. Здесь была довольно-таки неплохая нагрузка. Это некоторые тесты, это игры, это соцсети. Если у вас будет стандартная невысокая нагрузка соцсети без игр и без тестов, звонки, смс, то вполне вероятно, что смартфон сможет проработать и больше, чем два дня и больше, чем 14 часов дисплея. Ну и также хочу напомнить, что с помощью этого смартфона можно заряжать и другие смартфоны, то бишь частично можно использовать этот смартфон как PowerBand. Ну а по поводу зарядки, вы видели, что в комплекте идет зарядное устройство мощностью 10 Вт и заряжается с помощью такого зарядного устройства смартфон очень долго. Лучше всего его ставить, заряжать на ночь, так как заряжается он с 0 до 100% где-то 5,5-6 часов. Я даже точно не успел ловить, но в этих рамках 5,5-6 часов. Это долго. Ну и я также пробовал поддерживать ли он быстрые зарядки, которые у меня были. Ни одна из зарядных устройств быстро не заряжала этот смартфон. Но это, к сожалению, минус. Безопасность и способы разблокировки. Смартфон можно разблокировать с помощью сканера отпечатка пальцев. Находится он на задней поверхности самого смартфона. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, прикладываем палец, смартфон разблокирован. Еще раз прикладываем палец, смартфон разблокирован. И еще раз прикладываем палец, смартфон разблокирован. Как вы видите, точность распознавания довольно-таки неплохая. И вот быстрота распознавания также довольно-таки неплохая. Иногда, заметил, что иногда сканер отпечатка пальцев может ошибаться, но я бы сказал не больше, но, наверное, не меньше, чем множество других аналогов. Ну и также смартфон можно разблокировать с помощью сканера лица, точнее, фронтальной камеры распознавания лица. Итак, пробуждаем смартфон, и он разблокирован. И еще раз пробуждаем смартфон, он разблокирован. Ну и еще раз он разблокирован. Как вы видите, задержка минимальная, скорость распознавания лица довольно-таки высокая. Ну а теперь давайте выясним, какая же цена на этот смартфон. И на начало мая 2022 года стоимость смартфона в версии по памяти 4.32 составляет 220 долларов. Для защищенного смартфона с такими характеристиками не лучший, но и не худший ценник. У него есть довольно-таки неплохие конкуренты, но давайте не будем забывать, что здесь батарея емкостью 8000 мАч, и среди защищенных смартфонов он, благодаря такой емкости, становится особенным. Ну а конкурентов у него довольно-таки много, но не с такой емкостью батареи. Можно посмотреть и в сторону китайских производителей. Это и Каботы, и Юми Диджи, и Аукетель, и множество других производителей. Но батареи с емкостью выше 5000 мАч встречаются не так часто. Так что будем считать, что возможно не самый лучший ценник, и не самый худший, это точно. Ну и выводы. Подводя итоги, мы прекрасно понимаем, для кого созданы такие смартфоны. Для экстремалов, путешественников, рыбаков, охотников, строителей и в целом активных людей. В таких условиях он будет работать хорошо. А все остальное это производительность, игры, интернет, камера и прочие приятные дополнения к этому смартфону. Здесь хоть и хотелось выше производительность, но я думаю вряд ли кто на нем будет играть и устраивать турниры в тяжелых играх по типу PUBG Mobile или Танки. А для бытовых повседневных задач, для неспешного выполнения повседневных задач этого будет достаточно. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой первый, второй канал в YouTube, Telegram канал и чат взаимопомощи. Там во-первых много интересной информации, а во-вторых люди общаются, помогают друг другу решать те или иные проблемы и вопросы. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.